Женщики в Краснодаре есть. Тетка живет. Я знаю, что она там живет, что она там существует. Так общаться и не общаться. Почему? Мам. Мам. Все, поняла. Мама, а почему ты с ней не общаешься? На меня нет. Hello. Капец, я уже сижу час, и у меня ноль звезд. Как делать план? Алло, бля. Алло, бля. Бля, алло. На связи, бля. Мам. Мама. А сейчас на каникулах здесь, да? Мам. А зачем тебе, Бига, у нас же папа на работе? Чего? Пускай работает. Зачем тебе, Бига? Лен, иди, блядь, иденьте кровать, пока заправь. Опять глупые вопросы начинаются. На кого учишься? Хореограф. Хореограф. Слушай, ну да, это хорошая профессия, но, блин, не для нашей дыры, так сказать. Сколько учиться сейчас на хореографа? «Видимо, видимо, я не могу разлюбить тебя, я твою плену». Нет, в смысле, сколько лет? Я не по деньгам спрашиваю, я... Четыре года. Слушай, у меня сестра училась, она отдала, блядь, почти шесть лет этой хореографии, блядь. Ну, училась тоже на хореографа. Сейчас в Питере работает. Живёт, работает. Хорошая, в принципе, профессия, но не для наших хором, так сказать. Мам, а как твоя тетя зовут? Отстань. Да зачем тогда пошла? Ну, в смысле... Нет, ну, а почему бы нет? Ну, правильно, ну, у вас же там, в принципе... Мам, почему у тебя не получали? А, я не так прочитала, извиняюсь. Там, может быть, просто там и останешься, ну, в дальнейшем работать, то есть, отучишься, почему бы и нет, и дальше пойдёшь. Там же можно и вышку получить, и там, ну, в принципе. А так, почему бы и нет? Всё же не в этих дырах наших жить. Ну, там же сейчас можно и заочно. Не как у меня сестра. Сначала в нашу Тимурскую вот эту поступила. На этого... Как он называется? Котовки и... В искусственной школе. Да, успокойся! В фазанку нашу поступила, короче. Хотела на южный? Дима, да. Подслушивать нехорошо в курсе. Сначала, короче, чё она? Она, короче, не набрала два балла, чтобы поступить на южный. Хотела она... Ну, на физрука, короче. Она у меня спортсменкой была. Ну, пока не родила. Короче, волейболом занималась. Там, со стажем уже девочка была. Ну, это... А потом, короче... Ну, она не добрала, там, сколько там... Два... По-моему, один балл она не добрала, короче. Да, это... Проходной. Она не поступила. Типа, ну, договорились, и всё, что на следующий год она поступает. В итоге она на этот год поступила, короче, вот к нам в лицей. У нас как раз была профессия. Открылась, типа, пробная версия. Ну, типа, программист 1С, короче. И... Бухгалтерия, и плюс ещё страховое дело. Александр, привет. Короче, она, наверное, месяц, наверное, от силы подходила, бросила. Мне не нравится. Потом, короче, вот на следующий год она сдала этот экзамен. Она переехала в Южный. Короче. Она там отучилась буквально, наверное, месяц. Ну, грубо говоря, полгода она отучилась. Ну, вот, когда она только поступала, я говорю, что это будет тяжело. Ну, то есть, физрук должен по факту всё знать. И строение человека, и, то есть, ну, всё. Как и медицинский, так и какие-то познания все. Она училась, училась. Я, короче, поехала на Южный в командировку. Пока я там, короче, две недели была. Она за эти две недели взяла больничный. Слушать она меня не слушала. Хотя я её гоняла. И вот она, короче, эти две недели просто тупо ебланила, типа, на больничном. А потом и вовсе сказала, что мне это не нравится. Это не моё. Я говорю, Вер, ты рвалась, по факту, говорю, три года на этого физрука, чтобы учиться. Я говорю, ну, тебе никто не сказал, что это даст тебе просто так. Ну, в итоге сейчас он без образования, одиннадцать классов. Я говорю, в таком случае надо было хотя бы отучиться в этой грёбаной фазанке, чтобы хотя бы какая-то профессия была. То есть сейчас же очень много кто на работу, когда устраиваешься, очень много же проблем, типа, образование спрашивают, там. Ну, короче, тяжело будет устроиться на нормальную работу. Бабайка! Бабайка! Поэтому я её так... Я... Хоть и мне плевать было, у меня два образования, в принципе, две корочки, но я бы, вот, честно, я бы дальше на вышку бы поступила. Я бы, вот, оператора своего, я бы дошла на нём на вышке, если бы, ну, по крайней мере, сейчас была бы возможность. Сейчас с этой пандемией, и вообще, короче, ни хера, у меня не получилось, короче, поступить на вышку. Ну, типа, закрыто. Короче, пока всё. Не принимают новых, короче, студентов. Ну, на южный. Типа, попробуйте, говорит, типа, в сентябре. Ой, малышка, в крови. Ой, не, 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 не это, не то, что достал, он заебал уже, вот, честно. Уже просто, блядь, куда бы он уже ушёл, блядь, куда-нибудь, он пускай утонет, блядь, где-нибудь. Кто? Да и, Лен, никто. Потому что он реально... Не был. Не был. Да это трэш полный. Кому, мне кажется, расскажешь, не поверю. Хотя вся страна уже переболела, мне кажется, им. Просто сейчас, почему-то раньше они тела скрывали, кто умирал от этой болезни, а сейчас статистику себе по смертям набивают, как будто бы. Что, блядь, не смерть, так коронавирус виноват. или прикрываются, блядь, им. Мама. Блядь, я надеюсь... Я не доживу до этого, честно. Тогда... Ну, это будет пиздец, конечно. Я вот прививку не делала и сказала, что я её хрен сделаю. Я ни себе не дам сделать, ни детям своим не дам сделать. А там пускай вот сами себе ставят. А вы учитесь, когда вас на дистанционку не отправляли? У нас, допустим, училище, ну, по крайней мере, вот на Южном новость была, они будут начинать 1 сентября с дистанционного обучения. Пока, типа, короче, все прививки не сделают и, типа, не... Анализы не сдадут. Я говорю, трэш вообще. Когда только ввели этот спутник, короче, была такая фигня, что прививка не обязательная. Ну, по факту. Она не обязательная. Ладно. Потом, она, короче, не обязательная, но вам нужно её сделать либо вы будете отстранены от работы без сохранения заработной платы. Но на всех вот этих законах нету ни одной подписи. То есть, по факту, эти все законы, они не подписаны. Там ни подписи, ни печати нету. Вот даже у меня в магазине у меня был скандал с продавцом. Я пришла в магазин, у меня маска, короче, вот так вот закрыта была. Ну, то есть, нос не закрытый. Александр, как дела? Я это... Она, короче, вообще без маски была, понимаешь? Она мне такая говорит, у вас маска неправильно одета, я вас не буду обслуживать. Я окей говорю, а ты вообще без маски. Почему ты без маски? Ну, если... Ну, если...